Вице-президент Йемена генерал-майор Айдарус Аззубайди обвинил США и Британию в том, что своими ракетными ударами по хуситам они наоборот консолидируют молодежь вокруг террористических группировок, в частности вокруг хуситов, контролирующих часть Йемена. Авиаудары вместо того, чтобы сдерживать хуситов, имеют противоположный эффект, сказал он изданию Guardian. По сути, они помогают хуситам усиливаться. Они играют в регионе главенствующую роль, потому что мобилизуют людей вокруг идеи. А идея такова – их атакуют Британия и США, а хуситы при этом обороняются. И по сути генерал прав. Для примера рассмотрим войну в Афганистане. Почему СССР проиграл в войне с Афганистаном? Потому что сражался с целым народом и с идеей. Плюс топография и условия местности. Афганистан в основном гористая страна с узкими долинами и труднопроходимыми тропами. Это создавало большие трудности для советских войск, которые были менее мобильны и зависели от бронетехники и авиации. А афганские повстанцы, известные как маджахеды, были хорошо знакомы с местностью и использовали партизанскую тактику. Они могли быстро атаковать и затем скрыться в горах, что затрудняло советским силам их поимку и контратаку. Плюс сложности в снабжении. Обеспечение советских войск продовольствием, боеприпасами и техникой было затруднено из-за плохих дорог и удаленности баз. В горных условиях логистика становится особенно сложной, и это сильно ограничивало возможности вести масштабную войну. Аналогичная ситуация и в Йемене, география которой характеризуется гористым рельефом, особенно в центральной и северной частях страны, где находятся высокие горы, такие как Аляр и Салех, эти горы создают труднопроходимые районы и позволяют хуситам использовать партизанскую тактику. А восточная часть Йемена состоит из пустынных и полупустынных равнин. Эти районы менее гористы, но также сложны для ведения войны из-за экстремальных климатических условий и ограниченных ресурсов. Все это прекрасно известно американским и британским генералам, которые совершенно не собираются ввязываться в Йемене в крупномасштабную войну и предпочитают бомбить хуситов ракетами и дронами. Но это приводит к противоположному эффекту. К тому же Вашингтон и Лондон действуют против них в одиночку, без сотрудничества со странами региона и правительством Йемена. И на что при этом надеются в США и Великобритании? Мятежники за десятилетия так воспитали молодежь, что ожидать внутренней контрреволюции против них не стоит. А значит, ситуация в Йемене будет лишь ухудшаться. Рауф Насиров специально для CBC. Продолжение следует...